всем привет ребята с вами руслан на связи и у нас руках 5 евро такой ролик я снимал два года назад про то что можно купить в ирландии на 5 до 5 евро в лидле да можно ли реально себя прокормить на 5 евро в ирландии два года прошло сейчас 2024 год инфляция конечно по ирландии тоже ударило и мне реально интересно сейчас сходить в лидл скупиться приготовить то что я куплю то есть из тех продуктов и понять возможно ли выжить да и прокормить себя в этом прекрасной стране под названием ирландия за 5 евро всего лишь то есть это получается 25 минут вашей работы если вы работаете на минималке также пишите в комментариях ваши предложения чтобы вы купили на 5 евро в ирландии на правде для либо в другом магазине и если вы живете например в другой стране переведите 5 евро в свою валюту и скажите что у вас возможно купить на 5 евро и что вы приготовили бы короче идем в лидл будем скупляться это реально интересный опыт потому что два года назад я делал то же самое вот скриншот моего ролика перейдите посмотрите начале его а потом смотрите вот этот новый до эксперимент такой лайфхак короче будем вместе сейчас пока скупляться потом готовить кушать и разговаривать о том возможно ли выжить в ирландии на 5 евро в день как-то так ну что поехали вот они 5 евро вот он лидл вот он вход сейчас будем тратить вот эту денежку небольшую по меркам ирландии в некоторых городах кофе стоит столько 5 евро всего лишь у нас городке 354 евро то есть прямо смысле это просто купить себе кофе кофе а мы попробуем прокормить себя за 5 евро ясно дело это будет продукты по акции по скидке недорогие потому что мы с той точки зрения будем снимать возможно ли выжить да не умереть как бы с голоду в ирландии на 5 евро так что с этой точки зрения не пишите там каких-то гадости типа это все низкого качества все плохое все по акциям и то есть невозможно и так далее мы говорим про то чтобы выжить до человек людей бывают разные ситуации в жизни вот из каких-то таких вот экстренных ситуаций если человек попал в такую экстремальную ситуацию чтобы него он не умер с голоду у него есть 5 евро в кармане если там немножко больше у нас будет чек там 525 50 это тоже как бы ну не будем это осуждать потому что ну это в принципе в норму да будет входить как сказать у меня там кошельки реально я взял 6 евро 1 вот это молодая картошка евро 39 ребята килограмм килограмм один килограмм пожалуйста картошки молодой вот такая вот картошечка отварим ее до еще раз от евро 39 вот выбирайте картошечку я думаю молодая картошечка это это вкусно классно позитивно залетит просто как уголь в печку так хлеб всему голова возьмем и вот такой вот недорогой дешевый это пол буханочки да за 79 центов тут у нас получается 400 грамм на одного на один день вполне с килограмм уже картошки мы взяли молодой и еще 400 грамм хлеба это уже мне кажется неплохо уже можно так накушать так ребята возьмем ирландский пудинг вот black пудинг это 047 центов то есть 47 центов стоит вот такой вот такая 200 грамм это кровянка их не то есть я думаю поджарим кровяночку с хлебушком с молодой картошечкой уже думая неплохо вот можем тоже в корзинку то есть у них видите стоит дешевая кровянка 47 центов всего лишь вот так вот это ирландия детка без овощей тоже никуда ребята и мы возьмем черрики за 99 центов 250 граммчик а вот черрика берем 99 центов я думаю вполне не впишутся в нашу компанию с кровяночка и с молодой картошечкой сладенькая нам тоже нужно в рационе так что возьмем вот такой по скидке стоило евро 25 сейчас 65 центов берем вот такой такой шоколад на типа а так понимаю овсяное печенье сколько здесь у нас грамм 300 грамм 65 центов 300 грамм вот такого прекрасного овсяного печенья в шоколаде так под чайок кофеек думаю залетит тоже ложим в корзинку последние суммы берем это макрель в томате за 79 центов вот видите 125 грамм за 79 центов вот макрель в томате сейчас вам покажу на виду фокус вот такая вот макрель речка то есть я думаю тоже под картошечку и омега-3 есть короче и какие-то витамины есть я понимаю что дешево но говорится дешево и сердито вот такой у нас получается набор продуктов я считаю неплохо мы ступили сейчас пойдем домой и будем это готовить пришел домой распаковал все еще раз чек 508 вот это все богатство стоит пишите в комментариях если вы с другой стороны если вы сейчас находитесь не в ирландии а сколько бы вашей стране стоило бы вот это вот все да там то есть черри помидорчики дальше картошка молодая килограмм макрель в томате хлеб пол буханочки белый пудинг то есть кровяночка и вот такое овсяное печенье с шоколадом вот это все я купил на 5 евро 8 центов сейчас я все это приготовлю и покажу вам что что у нас вышло дам и можно ли все-таки выжить да и прокормить себя на 5 евро честно вам скажу уже ответ очевиден да конечно можно в твоем в том видео два года назад которые снимал я там покупал яйца и вот вам пожалуйста картошки килограмма хватит ну на два дня минимум и вот это все что я купил вы понимаете его можно использовать не за один день есть тот же хлеб можно и на три дня рассчитать потому что много на 1 помидоры то же самое макрель то есть путин все это можно съесть не за один раз не за один прием пищи даже не за один день и вот если у вас даже по 5 евро в день вы можете чередовать день картошку на следующий день вы купили яйца там огурец уже какие-то сосиски да и что-то другое по скидке смысле сладкая то есть там овощи уже можно какие-то яблоки купить я имею вид я веду к тому что реально в ирландии ребята это уже доказано это уже факт на 5 евро можно прожить и себя прокормить с голоду не умереть сейчас я все это приготовлю и вам покажу и докажу ставьте лайк если вам нравятся такие форматы видео я буду и дальше снимать потом 10 евро 20 50 и будем смотреть что же мы можем купить приготовить в ирландии за ту или иную сумму так процесс пошел запустился картошечку помыли молодую загрузил я туда всю картошечку то есть там килограмм после сливочное масло и укропчик я думаю залетит просто как мошка в глазик дальше сейчас разогреваем сковородочку и поджариваем ирландский пудинг то есть ихнюю кровяночку следующий этап запущен это жарко ирландской кровянки называется он пудинг повторяю это дешевая кровянка ирландская 47 центов есть дорогая которая за такую маленькую палочку и 2 евро вы можете отдать и больше я пробовал ту и ту есть средний сегмент за полтора евро скажу так если вы не любители кровянки то вам дешевой вполне достаточно если вы просто хотите там иногда купить попробовать то она нормально да структура немножко отличается вот видите она тоже видите и жирком здесь то есть дорогая ясно дело там немножко вкус и структура самой кровянки отличается но если вы не любитель то раз в месяц или раз две недели купить кровянку не имеет значения будет она дешевая либо дорогая но это лично мое мнение как вы относитесь кстати к ирландской кровянки пудингу нравится вам либо вам нравится белый есть кстати еще белый пудинг то есть белая кровянка она мне не сильно нравится мне больше красная нравится то есть классическая да ну она называется black не знаю черная типа когда вот видите она поджаривается превращается в черном так по факту да кровянка она красная такая бордового цвета еще вопрос по поводу масла ирландского вот он вот она как вам нравится вот это вот масло которое дано соленая немножко мы раньше в начале к нему относились как-то не очень а сейчас это очень удобно меньше солим а бывает практически не солим продукты которые да там каши либо макароны добавляем туда вначале масло потом пробуем и понимаем нужно ли еще подсаливать либо нет то есть это в принципе удобно для умников которые сейчас напишут в ирландии есть и не соленое масло понятное дело все мы знаем его тоже покупаем но сейчас как-то через чередуем покупаем не соленая соленая то есть прямом смысле потихоньку интегрируемся да и приспосабливаемся и как-то уже соленое масло для для нас это не табу а какая-то уже норма а для вас как соленое масло табу либо уже тоже норма смотрим пища приготовлена 5 евро потрачено вот так это все выглядит картошки еще осталось больше половины я сделал два тостом 2 час делается как видите еще осталось половина тоже помидоров чайок заварил вот столько печенек это пол тоже упаковки получается вот так это все выглядит не знаю седобно для вас либо нет рыбка вот такая сейчас я поближе ее покажу как она выглядит я считаю это достойный до завтрак либо даже ужин можно это так назвать как хотите еще раз повторяю мы записываем это видео с точки зрения того что человек в трудной ситуации нужно писать что такое 5 евро а ты знаешь сколько стоит аренда мы отталкиваемся от того что человек снимает платит за аренду там то есть он как-то живет и у него просто остается в кармане после всех билов вот пятерка остается в кармане в день например и может ли он себя прокормить 1 снимает комнату например не говорим про семейного человека про семью то даже если посчитать так то вот эта вся пища что я купил всю еду ее можно реально на троих разделить и трое человек спокойно на кушается картошечка помидорчики кровяночка еще рыбка в томате то есть макрель и вот сколько осталось больше чуть третья часть осталось кровянки половина помидоров то есть вы видите все вот и вам показывают только что второй тостер у нас приготовился вот так все это выглядит если вам нравится то что у меня получилось обратно же ставьте лайк ну что господа садимся жрать кстати вот этот макрель я не знаю не ел уже точно вот как точно такое мы не покупаем это конечно до низкого качества она не слишком вкусная давайте покажу вам сразу вот эту макрель как она выглядит такими большими кусками макрель это скумбрия по факту да вот на вкус она неплохая тоже очень неплохая ну да вот такой большой один кусок скумбрии полностью в автомате давайте еще раз покажу вам вот так вот и что это вообще шикарно за эти деньги под картошечку там и дочек караночка виде даже сальцо есть я не знаю вот честно ну что это выглядит не аппетитно мне кажется очень достойно за эти денежки вы давно вы давно что-то не кушаешь то сейчас макрель реально аж приятно хавать когда мы когда только приехали покупали постоянно идет консервы до дешевая то они уже тут печенках были уже как-то сейчас молодая картошечка ну что вывод каков пропитаться на 5 евро можно если ты заплатил за все белые в кармане тебе 5 евро и не знаю что делать где-то скупляюся потом чайок и такое печенье я считаю тоже ленте гульди за вся ночка с овсяное печенье шоколадное отличного такой у меня стол все накрыто буду я продолжать трапезу потому что это нужно все съесть понятно дело что ребенок пудинг у меня не ест это тоже так что делается мне все самому в одну кабину в один хобот это уничтожать всем добра позитива хорошего настроения мирного неба ребята живите не проживайте и обратно же всем приятного аппетита чинчин надеюсь ролик вам понравился следующий будет про 10 евро пойдем в лидл тоже скупимся и приготовим я думаю уже то будет намного богаче и шикарнее кстати видите два года прошло но инфляция все-таки не съела эти деньги полностью эти пять евро для ирландца это реально просто не что с по меркам вот этой прекрасной страны это копейки прямом прямом смысле то есть это реально мизер просто это смешные деньги но как видите наестся за эти деньги можно и я считаю что более-менее достойно других странах за эти деньги мне кажется такой стол невозможно накрыть и так поесть так что как-то так короче всем приятного аппетита обнял приподнял сюда держу в курсе так что а а